Глава двадцать четвертая Глава двадцать четвертая Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марии Дмитриевне, а напротив стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его. В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Борятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты кабардинского полка, и роты эти по установившемуся кавказскому обычаю были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угощевались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угощали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов, и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню. Шамиль начал бунтоваться в прошедшие года, тра-ра-ра-ра-ра-ра-та, в прошедшие года. Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности, и Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой. Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора данного Марьи Дмитриевной Бутлеру он немного совести избегал встречи с нею. Теперь же при лунном свете и от выпитого вина Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней. — Вы куда? — спросил он. — До своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренне и решительно отвергала ухаживание Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее. — Что же его проведывать-то? — Придет. — Да придет ли? — Ну, а не придет, так принесут. — Да вот тут нехорошо ведь это, — сказала Дарья Дмитриевна. — Так не ходить? — Да не ходить, а пойдемте-ка мы лучше домой. Мария Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем. — Это кого Бог несет, — сказала Мария Дмитриевна и посторонилась. Месяц светил взад приезжему, так что Мария Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потом Мария Дмитриевна знала его. — Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Мария Дмитриевна. — Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер, здравствуйте. Не спите еще? — О, гуляете с Марией Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. А где он? — А вот, слышите, — сказала Мария Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Вон там, кутят. — Это что ж, ваш кутят? — Нет, пришли из Хасавюрта, вот и угощаются. — А, ну это хорошее дело. Ну и я тогда поспею. Я к вам ведь только на минутку. — А что ж, дело есть? — спросил Бутлер. — Да есть маленькое дельце. Хорошее или дурное? — Ну, кому как. Для нас хорошее. Кое для кого скверное. И Каменев засмеялся. В это время и пешие, и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича. — Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка! Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом. — Ну, достань-ка штуку! — сказал Каменев, слезая с лошади. Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку. — Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Маре Дмитриевне. — А чего ж пугаться? — сказал Маре Дмитриевна. — Ну, вот она! — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете? Это была голова, бритая, с небольшими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с сокровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение. Маре Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом. Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджимурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах. — Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он. — Так удрать хотел. Поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером. — И молодцом умер, — сказал Каменев. — Да как же это все случилось? — А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю. Было послано за Иваном Матвеевичем. И он, пьяный, с двумя тоже сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева. — А я к вам, — сказал Каменев, — в Хаджимурата голову привез. — Врешь. — Что, убили? — Да, бежать хотел. — Я говорил, что надует. — Так где же она эта, голова-то? Ну, покажи! — крикнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее. — Эх, все-таки молочина был, — сказал он. — Дай-ка я его поцелую. — Да, правда лихая была голова, — сказал один из офицеров. Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула. — На что ж ты, Каменев, приговариваешь? Что, когда показываешь? — говорил один офицер. — Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич. Бутлер вышел на крыльцо, Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке, наглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась. — Что вы, Марья Дмитриевна, — спросил Бутлер. — Все вы живорезы. Терпеть не могу. — Живорезы, право, — сказала она, вставая. — Ну, то же со всеми, может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война. — Война, — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо. Они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний проход. Бутлер вернулся в гостиной и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело. И Каменев рассказал. А дело было вот так.